всем привет на связи мабу и в сегодняшнем видео я вас научу как при например вы нажать и по изображению ну кроме изображения может использоваться абсолютно любой виджет вызывать функционал вибрации на смартфоне устраивайтесь поудобнее мы начинаем если вы хотите стать android разработчиками сделать это максимально оперативно и качественно если вам нужна помощь по выходу на рынок на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать android приложения как на заказ так и создавать свои собственные проекты приносящий доход без вашего участия если вы хотите освоить новую профессию которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящим в современных условиях нестабильности и кризиса если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии android разработчика тогда я приглашаю вас на свой курс построенный на индивидуальной основе android разработчик за три месяца на этом курсе я сделаю из вас android разработчика владеющего всеми актуальными современными технологиями обучаться можно абсолютно с нуля без всяких знаний в программировании после обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему android а также у вас портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва кроме того я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию android разработчика если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность тогда я предлагаю вам записаться на мой курс android разработчик за три месяца я помогу вам стать профессиональным android разработчиком тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя и даже сможете построить свой небольшой бизнес все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео и так давайте мы сейчас создадим новый проект совершенный как-нибудь scream и давайте я его нет давай назовем его vibration и я его сохраню у себя в папке папки для изучения android я его зову папки vibrations и прям сюда и сохраню все остальное не меняем финиш и и сейчас у меня собирается проект давайте пойдем активить имей наш xml шаблон и она пока еще собирается проект давайте вместо текстового поля мы создадим и имейдж батон наверно пусть будет даже нет имиджу пусть будет аэбком пейт имидж ю будет у нее но пусть будет и я не знаю наверное в раб контент в раб контент и разместим ее разместим вверх вверх виджета к верхнему краю родителя и тут мы ее посередине сделаем то есть возьмем сейчас левый край к левому краю родителя и правый край и к правому краю родителя и конечно же еще нужно не сработал parent так давайте слэш закрой закроем виджет и еще нужно добавить атрибут с рц теперь мне и скачанная картинка и так давайте мы сейчас создадим новый проект совершенный назовем его скрим и давайте я его и я его сохраню у себя в папке папки для изучения андро и я его зову папки вибрэйшен и прям сюда и сохраню все остальное не меняем финиш и сейчас у меня собирается проект давайте пойдем в activity main наш xml шаблон и а ну пока еще собирается проект так давайте вместо текстового поля мы создадим и мы бассейн 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 даже нет и мальчике будет и комп и мальчик будет у нее ну пусть будет я не знаю наверное в раб контент контент и разместим ее значит верх вверх картинки к верхним вот вверх ее вверх в верх виджет а к верх к кому к верх разместим ее разместим вверх виджеты к первому краю родителя и тут мы ее посередине сделаем то есть возьмем сейчас левый край к левому краю родителя и правый край к правому краю родителя и конечно же еще нужно так давайте слэш закрой закроем виджет и еще нужно добавить атрибут срц теперь у меня есть скачанная картинка где она где эта картинка где картинка на рабочем столе лежит картинка я ее копирую иду и иду к себе вот я документы иду 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 в папочку android здесь android захожу в наш проект app src main res drawable и сюда вставляю картинку называю картинку типа banner иду сюда и срц и давайте что мы делаем мы пойдем в build gradle applications build gradle applications здесь здесь мы подключаем view и сюда вставляем и сюда вставляем как раз таки view binding теперь синхронизируем проект идем в наш main activity у нас здесь мы все делаем по бандинку чтобы мы могли поработать с нашими с нашим изображением через бандинг у нас называется activity main binding обязательно но так инициализируем ниже байнинг через activity main binding inflate и сет контент делаем binding отлично это мы сделали и теперь нужно обратиться к нашей картинке а у картинки мы не поставили аидишник айди фото а ну давайте баннер назовем баннер айдишник баннер и возвращаемся к этой картинке вешаем на нее обработчик нажатия так как это указываем объект view объект класса view все виджеты все виджеты относятся к классу view являются объектами класса view и поэтому можно и навесить на них прослушивать события и нажатия он кликли сна и теперь вот здесь мы должны с вами при нажатии на картинку включать вибрацию давайте давайте сейчас мы соберем наш проект и посмотрим что у нас вообще как на выглядит нормально или нет ну вот у нас выглядит все отлично и теперь давайте мы ставим и теперь давайте мы напишем код который будет заниматься функционалом вибрации функционалом вызова вибрации вот этот вот этот код но это еще не все нам нужно пойти в манифест здесь в манифесте вставить вставить вот это разрешение на вибрацию идем обратно в main activity и видите у нас ушли почти все ошибки кроме вот этой становимся здесь лампочка и добавить аннотацию аннотация все смотрите теперь у нас все будет работать теперь давайте расскажу что здесь будет происходить ну вот на проба нажать и нажатие на виджет происходит да и все зависит от вашей sdk на которой вы разрабатываете да и от версии так понимаю смородой от sdk версии sdk если версии sdk больше или равно вот этой версии то тогда мы создаем объект vibrator manager и до его так проинициализируем и приводим в состояние вибратор менеджер и затем мы вызываем функционал вибрации этого вибратор менеджера тут вы вызываете с помощью вот этого класса компания вибрэйшнс вызываем крейтед параллель и вы обращаемся к классу вибрэйшнс эффект создаем саму вибрацию указываем сколько миллисекундах она должна идти и тип эффекта да если допустим не больше или равно этой версии а меньше допустим да то создаем другой объект старая более старый объект который не особо не ну как бы не всегда используется вибрейтор здесь получает gate system service с приводим состояние уже вибрейтор и здесь вызываем эффект вибрации да то же самое длительность и сам эффект ну тут смотрите вот этот вот константа она перечеркнута но тем не менее типа устаревшая но тем не менее вот этот объект вибратор он для более устаревших версий естественно константа будет устаревшая сам менеджер сейчас уже используется такой менеджер вибрации но это будет вот этот менеджер вибрации использовался до этого но опять же мы должны предусмотреть и для более старых устройств и все после этого начнется при табе по и к изображению будет подключаться эффект вибрации давайте сейчас протестируем соберем проект то есть смотрите у нас вот она картинка мы тапаем по картинке и она вибрирует все вибрирует в общем так это и создается то есть тут по факту шаблонный код ссылка на этот код будут в описании под видео будет ссылка на код и тут как раз таки вы с ним можете работать да и подсоединять главное не забывайте подсоединять разрешение в манифесте для работы с вибрацией и использовать вот этот вот код на сегодня у меня все с вами был проект могу до встречи на следующих эфирах всем пока